Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Директор Адлера. И я нахожусь в самом начале курорта Красная Поляна. Смотрите, мы сейчас находимся в начале поселка Истасадок. И в этом выпуске я хочу пройтись по курорту, по поселку, по курорту Красная Поляна. Дойдем в курортную зону, направо перейдем дорогу. И погуляем там по парку времена года, вроде называются, по главным улицам, дойдем до подъемников. Поэтому я желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Саживайтесь поудобнее, поставьте мне лайк. Мы начинаем. Посмотрите, какие красивые виды. Я еду с поселка Красная Поляна. Там потренировался сейчас и приехал сюда по новому Краснополянскому Теренкуру. И вот иду сейчас. Хочу дойти до Роза Хутор, пройти весь курорт и показать вам. Поэтому поставьте лайк. Мы начинаем. Смотрите, отсюда видно Олимпийскую деревню. Мы как раз туда и держим путь. Проходим. Тут мои родные места. Я тут жил. Слева тут волонтерков. Мы за дорогу в казино ходили. Да. И туда наверх, на подъемнике. Я сегодня не один, со мной Сережа и Маша. Слушай, вы такие красивые. Спасибо. Раньше здесь была парковка. Мы тут парковали автомобиль и шли играть в казино. Но теперь здесь вот такой проект Роснополянский Теренкур. Такой интересный, живописный. Также, друзья, в процессе нашего путешествия делаю кадры разные. Буду скидывать их в свой телеграм-канал. Подписывайтесь, если вам интересно. Вот Ред Арена. 5-6 здесь выступал Баста. Вот тут есть проходка волонтеркам. Я знаю, я ж тут жил. И вот тут можно проходить. Вот тут слева новые отели построили. Наверху там, видите, за казино, там плато курорта Красная Поляна. Плато, как типа Олимпийская деревня на курорте Розохутор. Так, хочу тут вот эти фотографировать отельчики. Смотрите. Смотрите, какой камень привезли. Типа дизайн. Ничего себе. Смотри, вообще, как красиво. Ты помнишь, этого не было? Ничего. Не вот этого. Тут какой-то дом старый стоял. И вот тут. А, вот тут до сих пор еще стоят. Смотри, какой резонанс. Кстати, у этих двух красивых людей есть телеграм-каналы. Я оставлю на них ссылку. Маша про Сочи снимает. Сережа про поляну. Так, а тут делают летнюю веранду. Вот у людей денег. Немерено. Такие отельчики. Красивые. Так, смотрите, идет ремонт дороги. О, смотри, как красиво. Очень отличные дороги, Сережа. Какие? Отличные они были, все хорошо будет. Ты думаешь? Да. Но будут еще лучше. Смотрите. Так, проходим Мариотт. Прошли Ретарену, казино, Мариотт. Так, проходим отель Вертекс слева. И сейчас будем уже на пешеходном повороте поворачивать направо. Так, вот такая у нас тут красота. Посмотрите, я делаю кадры этого великолепия. Вот олива растет. Тоже так красиво. Так, мне становится жарко. Я планирую снять курточку и пойти в футболочки. Так, новую пятерочку тут построили. Вы, друзья, напишите, как у вас там дела, как настроение. Так, и сейчас мы будем переходить на другую сторону, уже в курортную зону. Посмотрим, какая там атмосфера. А там очень красиво. Вот эти тучи, они такой шарм создают тут полянский. Интересно. Да, да. Так, вот такая красота. Слушай, реально очень красиво, да, сегодня? Ну вот, мне нравится, когда тучи вот такие, посмотри. А там вообще, короче, в Адлере, Бас. А у тебя тут вообще солнце светило. Здесь солнце, сейчас жарко и ветер холодно. Я помню. Так, тормози, брат. Мы пошли уже. Так, вот вышли. Казино. Казино. На поляне, как в сказке. Я не знаю, тут все такое красивое, мне кажется. Что-то я просто в восторге. Вон там тоже новое заведение. Эдельвейс, смотрите. Его не было. Какое красивое дерево, посмотрите. Тут контента, посмотрите, сколько. Посмотрите. Посмотрите на это дерево. Смотрите, красивое дерево. Да? Ну да, я вот тут. Туалет работает. Так, идем по базарчику тут местному. Проходим кафе Чугоры. Так, тут вот биджей уже начал играть. Вечером будет пати. Какие кадры, я куда камеру не наведу, мне все хочется сфотографировать. Я куплю, но я когда-то купил, я куплю, 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 вы stimule, но у нас есть чипсы, и батата, и они жарятые, со Altex. орешки 290 со сгущенкой а я ванили по 400 беру ванили дороже чем на красной поляне в ресторане представьте такое все зеленое стало посмотрите на эту красоту какие кадры я наделал сейчас для своего телеграма сейчас мы закончим ролик я сразу же сделаю публикацию так заходим в парк времен года так российский ресторанный фестивал в сочи фестиваль я кстати попал на этот фестиваль в ресторан моя звезда который вы мире тинки находится напротив но рядом с лишь том посмотрите обзор ресторана моя звезда это взял фирменное блюдо как раз вот от этого фестиваля посмотрите как красиво среди на эти кустики ровненькие беленькие диджей играет то есть сегодня играет диджей ставьте можно прийти тут и отдыхать там что-то строят ребятки наоборот разбирают так хочу пару кадров тут серьезным сделать это красиво было как красиво эти деревья они все такие красивые так идем подъемником подойдем сейчас очень красиво так проходим через коробку на которой очень часто играл идем к подъемникам друзья выходим на центральную улицу времена года и по ней сейчас будем двигаться к подъемникам вот это красиво он делает тут камешков под насыпали не было их проходим ресторан грузинской кухни гостидзе так обычно тут открывался прекрасный вид на горы но вот сегодня его не видать а а давай а а Так, подходим к подъемникам. Тут уже вот открыты летние террасы под открытым небом. Играет музыка. Какой-то шлем, смотрите. Хинкали Манджара. Так, обычно тут прекрасный вид на Черную пирамиду открывается, но не сегодня. Пойдемте посмотрим на тех, кто едет на подъемниках и спускается, поднимается. Пойдемте, поглядим. Вот они, счастливчики, которые были выше облаков. Субтитры делал DimaTorzok Так, вот смотрите. Сейчас впереди у нас курорт Газпром и Роза Хутор. Получается, мы посмотрели курорт Красная Поляна. И можно, в принципе, отправиться дальше. Дальше больше. До конца поселка из-то Садок дойти. И до курорта Газпром. Вот такие красоты у нас. Так, я жду ребят. Вроде они счастливые. Ну что, идем дальше? Так, успеем, мы успеем. Мы успели. Тогда сейчас у нас такой план. Мы дойдем до начала набережной вдоль реки Мзымта, которая ведет от курорта Газпром до Роза Хутор. И там мы закончим и начнем вторую часть. Вторая часть моего путешествия на курорт Красная Поляна. То есть, в этой второй части я покажу, как закончить путешествие по курортной зоне. То есть, получается, всю курортную зону буквально за час можно пройти. Если так в темпе двигаться. Вот я вам это показываю. Как это делается красиво. Сейчас мы проходим остановку Горная Карусель. Слева у нас тут частный сектор. Это все поселок Эстасадок. Смотрите, какие там домики. Симпатичные. Как из сказки. Такие маленькие. Какой маленький домик с одной дверью и с одним окошком. Вот этот. Видим подъемники курорта Роза Хутор. Олимпийскую деревню. Все, кончается курорт Красная Поляна. До встречи, дорогие друзья. Так, смотрите, тут газончик посадили. Деревья. Деревья. Затем. Деревья. Деревья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По этой тропе в зелени. Мы еще так не ходили. Я ждал этого момента и вот он настал. Пойдемте. Все, вот тут заканчивается поселок Истосадок и Краснополянский Теренкур. Вот арка, мы в нее проходим. Вот Краснополянский Теренкур. Смотрите, отдельное здание под вот этот ресторан-шале. Наверное, очень крутой ресторанчик. Так выглядит круто. Там такие столы огромные, деревянные. Смотрите, как зелено. Вот мы смещаемся к курорту Газпром, друзья. Так, я еще хотел показать... Тормоза ему надо смазать. Хотел на канал Чайка Сочи. У меня Чайка Сочи канал, если вы не знали. Там экскурсии разные. Бесплатные я показываю. Там уже много выпусков. Я хотел вот эту локацию показать, но у меня сейчас просто времени нет. Но это тоже бесплатное. Раньше это было платное. Тут стоял лобудка, кассир сидел. Там наверху есть военная крепость реальная. Вот мы сейчас будем вдоль нее проходить. И я планирую на канал Чайка Сочи снять выпуск вот с этой военной крепости и с бесплатной тропы здоровья, которая на Розахуторе находится. Вот мы сегодня оттуда дойдем. Но я сегодня уже ездил с утра там на тренировку. Поэтому у меня не получится. Сегодня просто физически не вывезу. Я еще сейчас стрим хочу провести. Так, вот она Мзымта. Посмотрите, как зелена. Я тут не был, может, дней 10. И вот так тут зелена стала. Тут скалолазы залазили. Такие кусты тут повырастали. Вот река Лаура впадает в Мзымту. Так, вот мы идем. Тут теперь, смотрите, все заросло. Есть, конечно, просветики небольшие. В общем, здесь прям чувствуется такая прохлада. Веет. Такой тут будет оазис, когда будет жарко. Девчонки гуглят вот этого парня, который погиб. Наверное, тут упал. Наверное, тут хотел залезть на эту крепость. Но тут, если честно, сложно, мне кажется, как-то насмерть упасть. Тут как бы не очень высоко вроде и не очень крутой спуск. Наверное, когда-то это была дорога. Представьте, когда тут еще все это не развито было. Представьте, какой труд, как это все тут делали, пробивали в этом ущелье. Так, и мы подходим к курорту Газпром, друзья. Так, сейчас мы тут на смотровую выходим. Вот под нами река Лаура. И вид на Черную пирамиду, правда, она за облаками. Газпром, поляна, где мечты сбываются у директоров Газпрома. У управляющего состава. Я знаю, тут ребята работают инструкторами-спасателями. И у них мечты особо не сбываются. Так, ну что, друзья, мы Газпром пропустим и сейчас сразу на розу помчим. Только тут нету самоката, это, конечно, жестко. Так, такая тут красота, смотрите. Так, ну все, я думаю, что вот тут я буду с вами прощаться. Желаю всем удачи, успехов, хорошего настроения. Пусть у вас все получается. Подписывайтесь на мои ресурсы, поддержите меня, если понравился ролик. Поставьте лайк, напишите комментарий или отправьте донат. Я буду всем благодарен. И все, я сейчас буду другую часть записывать, следующую. Всем спасибо за просмотр и счастливо, удачи, друзья.